МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы видели, как Константин столкнулся в нашей редакции с Альбертом Гутновым, который с нами провел первую часть дневного разворота и обсуждали какие-то свои вопросы. И один из важных вопросов, которые вы обсуждали, это тема, которую мы с вами начали уже в первом часе, это содержание дорог, новый контракт на 20 месяцев. И Альберт Валентинович свою позицию, позицию администрации озвучил в нашем эфире в первом часе. И теперь, Константин, мы вам предоставляем возможность озвучить вашу позицию по этому контракту. Давай мы только напомним слушателям, да, контракт заключается на 20 месяцев. Альберт Гутнов сказал, что это до июля 2020 года. То есть это содержание и зимнее, и летнее. Да, совершенно верно. Как говорят эксперты, это хорошо, потому что люди, которые зимой будут сыпать песок на улице, они будут помнить о том, что весной этот песок им же и вывозить. Вот. И условия контракта таковы, что выиграть его, как и вы, Константин, у себя в Телеграме отмечали, да, сможет только крупный подрядчик. Ну да, только крупный подрядчик. И на сегодняшний день у нас нет больших сомнений, кто это будет. Кто это будет? Городом Рострой, ГДМС, если кратко сказать, да, так как только им, они только на сегодняшний день способны предоставить и столько техники, и столько специалистов, и, по крайней мере, профинансировать данные контракты по банковской гарантии и по взносу. И тут как бы далеко ходить не надо. Мы с вами наблюдаем в течение этого года, что практически все крупные контракты, связанные с комфортной городской средой и с ремонтом дорог в рамках безфедеральной программы БКД у нас ремонтирует ГДМС. Значит, и содержание два года мы будем тоже наблюдать данную фирму. Так, это хорошо или это плохо? Почему это хорошо, я понимаю. То есть есть крупные организации, местные, которые вроде как проще контролировать, да, и всегда есть, кому задать вопросы, всегда есть, кого там на ковре, условно говоря, пропесочить. Вот, почему хорошо? Почему плохо? Нет, погоди. Может быть, у Константина еще другое хорошо есть? А, давайте тогда другое хорошо. Смотрите, как бы тут ситуация очень, да, более банальная. Почему? Потому что мы уже неоднократно, уже в течение трех лет мы говорим о том, что у нас нет конкуренции в данной среде, ни в конкуренции, ни в содержании, ни в ремонте, ни в комфортной городской среде по дворам. И на сегодняшний день, опять же, мы приходим к тому, и опять же, нас администрация толкает к тому, что давайте уменьшать конкуренцию, все заводить под одно лицо. Для них, да, для администрации это всегда все замечательно. Это удобно. Это удобно, да. Удобно контролировать, удобно спрашивать, удобно, как говорится, искать крайнего во всей ситуации. Для города, для граждан, ну, я думаю, с одной стороны, без разницы, если все будет чисто и все будет замечательно. Людям будет все равно совершенно, да. Разницы нету. Но, опять же, если мы смотрим на указы президента, смотрим на поручения правительства, нам все вокруг говорят, увеличим конкуренцию, уменьшаем монополизм, да, увеличиваем, чтобы рынок был более гибкий. Но почему-то вся политика города Кирова на сегодняшний день и администрация города Кирова сводится к уменьшению монополизма, ну, к увеличению монополизма. Ищем одного игрока и все, к этому приходим, да. Ну, почему-то, понятно почему, мы же сказали, да, им удобнее контролировать. Им удобно контролировать. Почему? Мы же работали два года с вами. Два года работали в системе, когда у нас было порядка там 8-9 подрядчиков, да. Что-то как-то трудно было контролировать их? Что-то как-то трудно было данную ситуацию? Я, честно говоря, не знаю. Не я контролировала, но я знаю, что были вопросы по содержанию дорог в зимний период прежде всего и в летний тоже. А давайте мы уйдем еще дальше. Когда у нас был один подрядчик, когда мы же... Тоже были вопросы. Тоже были вопросы. Ничего не меняется, да. И я сейчас думаю, что и с 2019 года тоже много-то ничего не поменяется. Чем хороша конкуренция? Вот то, что лежит на поверхности, то, что все обсуждают. Есть возможность сбросить цену в момент торгов. Есть возможность сбросить цену. Городу сэкономить. Есть возможность сэкономить. И мы знаем, как ее сбрасывают. У нас есть прецеденты, как экономят, и какой результат в итоге выдают благодаря этой экономии. Вопрос-то в контроле. Вопрос в контроле со стороны администрации к тем подрядчикам, которые выходят на свою работу. И дальше уже от них зависит, пошли вы, не пошли, взяли, не взяли. Почему мы на сегодняшний день... Не только в контроле. Вопрос еще в упущенном времени. В времени чего? Ну вот если выигрывает... Если очень сильно падает цена, мы это знаем прекрасно и по ремонту, и по домам, и много по каким еще процедурам, да, которые выигрывают вот так вот благодаря конкурсу или что там, торгам там, не знаю, как это, где это, где. Вот. Опускают цену, делают свою работу, используя самые дешевые материалы, на всем экономии мы получаем результат, который никого не удовлетворяет. Так что строительство. Контролируй, не контролируй. Хорошо проконтролировали. Смотришь, что ничего не получается, а время-то ушло. Год пролетел. Нет, у нас на сегодняшний день не запрещают писать грамотные технические задания, повышать квалификацию в этих технических заданиях к тем организациям, которые должны зайти. Это не запрещает. Почему-то же, когда мы, ну, как бы, как фирмы участвуем на контрактах в других регионах, да, там очень жесткие технические задания, и очень жестко зайти на эти, да, почему-то у нас не могут это сделать. Ну, Константин, сколько, я помню, сколько работала эта группа общественного контроля по ремонту и содержанию дорог, претензии к тех заданиям была первая, самая главная, и она не снята с повестки дня вообще. И не только по дорогам. Посмотрите по паркам и скверам, какая у нас история. Так я про что и говорю, вопрос-то в желании. Вопрос не в желании просто писать норму. В желании или в компетенциях. Вопрос в желании. Во-первых, это желание на сегодняшний день должно быть со стороны заказчика дирекции дорожного хозяйства прописать грамотное техническое задание, которое, во-первых, уберет тех, те организации, которые, можно сказать, однодневки или еще каким-то образом, которые не квалифицированы, которые очень плохо относятся к своей работе. Это все элементарно и просто. Все об этом знают. Просто было бы желание, во-первых, а дальше уже идет квалификация. Есть ли такие специалисты в дирекции дорожного хозяйства о том, что писать такие технические задания. Вот вы мне скажите, вы как человек, который руководит группой уже не первый год, есть такие специалисты в дирекции дорожного хозяйства? Вы с ней и сотрудничаете очень плотно и долго. Да кто... Не мне даже говорить, и дирекция дорожного хозяйства, и руководство говорит, что со специалистами-то все плохо. И их не хватает на сегодняшний день. И можно сказать, один человек... У меня есть такое ощущение, что разыгрывай контракт так, разыгрывай его сяк, обеспечивай конкуренцию, сокращай ее. Если нет специалистов, способных грамотно техническое создание составить, значит нет специалистов, которые могут проконтролировать то, что нужно делать. И какая тогда разница? А какая разница? Деньги-то за это платятся, вы поймите. Они платятся из тех налогов, которые мы с вами платим. И мы хотим, чтобы за эти денежки, которые заплатили мы в налогу, более-менее было устроено. Мы получили как можно больше хорошего. Но еще раз, если нет специалистов, которые зададут правильные задания и потом это проконтролируют изначально, то, на мой взгляд, вообще неважно, выиграет одна компания или 10. Они будут делать то, что они хотят, умеют или не хотят. Мы с вами приходим, опять к такому знаменателю, к выводу на сегодняшний день, что в дирекции дорожного хозяйства не хватает тех специалистов, которые могли бы... Я к такому не пришла. Не надо говорить, мы с вами. Мы общую... Я так услышал на сегодняшний день. Нет, я говорю, что... Есть претензии, да. Да, есть претензии. Видим, что из года в год на они те же наступаем грабли. Да. Есть такие претензии у наших глав и руководителей. Они сами здесь в этой студии говорят компетентности, там, да, специалистов есть. Отсюда можно сделать выводы действительно? Отсюда можно. Что борись, не борись за конкуренцию? Все равно изначально отправная точка уже... Хорошо, хорошо. Вот, а дальше идем. Дальше идем мы, отдадим и все ГДМС, да. Мы сами с вами сейчас наблюдаем, когда в рамках комфортной городской среды, опять же, ГДМС на сегодняшний день является, ну, одним из основных подрядчиков у администрации города Киров по дворам. Это про ремонт дворов говорим. Да, это комфортная городская среда. И мы с вами, опять же, наблюдаем, что ГДМС отторговала эти аукционы каким-то ООО, да, не буду сейчас называть, которые также во дворах выполняют свою работу. Как выполняют свою работу? Мы видим, у нас уже поступает сообщение граждан, что асфальт укладывается в лужи, нет того оборудования, нет той техники, нет. Значит, к чему приходим? Либо в ГДМС не хватает оборудования, техники, специалистов, да, либо на сегодняшний день мы получим с вами и в контрактах по содержанию. В дальнейшем, в течение двух лет, ГДМС отторгует кому-то, кто-то выйдет на аукцион и выиграет, и опять же мы с вами будем наблюдать грязные улицы. Тут вопрос-то не в конкуренции, можно опять свести к этому. Вопрос к желанию, опять, вот я заслужу к такому слову, да, желание, желание грамотно, качественно относиться к той работе, за которую вы получаете зарплату. Это относится и к дирекции дорожного хозяйства, это относится и к сотрудникам ГДМС, особенно к руководству той структуры и этой структуры. Вот я к этому прихожу, к выводу. Константин Сичихин, руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог при общественной палате региона в нашей студии. Сделаем небольшой перерыв и вернемся к теме дорог. Константин Сичихин, руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог в нашей студии. Мы сегодня два часа об этом говорим, и это очень важно, потому что дороги наши все, что называется, это нервы, это вены, это деньги, это контракты, это сломанные каблуки, поломанные руки. И пробитые колеса. Да, или удовольствие, которое иногда удается получать, правда, все больше почему-то не у нас. Давайте мы продолжим разговор по поводу дворов, которые начали до перерыва. Вот буквально совсем недавнее сообщение, да, вы помните, когда общественники пожаловались на ремонт двора возле дома 64 по улице Дзержинского, где рабочие вели укладку асфальта прямо в лужи, и надо сказать, что подрядчик гордорморстроя, о котором мы говорили, субподрядчик ООО. Экология. Вот строй. Отлично. Ну, потому что очень экологично все. Вот, значит, была оперативка по заявлениям граждан. Шульгин Илья Вячеславович, глава администрации, да, спрашивался Александра Орехова, который возглавляет благоустройство в городе, там, мы приняли меры, сказали, остановили работы, я выехал на место, сказал Орехов, остановил все. Альберт Валентинович Гутнов со свойственным ему спокойствием и глубокомыслием, которое он демонстрировал в первом часе, пояснил, что в любом случае работы подрядчика будет приниматься только после прохождения экспертизы, в том числе на параметры материалов, водонасыщение, толщину, прочность. Когда Альберта Валентиновича слушаешь, вот правда, это как медитация, я вам так скажу. Но это ведь, понимаете, мы возвращаемся к той же истории, Костя, которую вы говорили, с которой мы пришли до перерыва. Это контроль. 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 Где гордормострой? Почему экология, вот настрой кораблики пускает в дворах из асфальта? А вы, Альберта Валентинович, не спросили, вот как раз по поводу, как контроль-то будет проверяться, в какой лаборатории, чьей лаборатории, где это будет проверяться? Вот была тоже же битва за лабораторию в свое время. Вот просто становится, у нас гордормострой является основным подрядчиком данного контракта. И у него же лаборатория. И у него же лаборатория. Он сам себя контролирует. А еще ведь лаборатории в ВУЗе нет? Нет, вот нету лаборатории в ВУЗе, так и не добились мы этого момента, потому что, ну, ВУЗ сказал, что на сегодняшний день они не потянут данную лабораторию финансовую, и получилось как... И они увидели выгоды просто, зачем ее содержать, эта лаборатория. Да, и в данной ситуации у нас, опять же, лаборатория, ГДМС, если повезут... То есть сам строю, сам себя проверяю. Да, и тут я не знаю, что... Я сто процентов уверен, что там все будет хорошо. И все равно этот двор примут, и все там будет замечательно, и у этих подрядчиков их оштрафуют на какую-то сумму. Давайте напомним, а гарантия-то есть по программе комфортной среды? Конечно, гарантия есть по комфортной городской среде. Там где-то два года, где-то побольше, где-то год, там надо смотреть согласно техническому заданию, которое указано, да, на каждый элемент дворовой территории и своя гарантия идет. Но суть в том, что гарантия есть. Вопрос одно радует, опять же, одно радует в данной ситуации. Это то, что основной подрядчик Гордор Мострой. И без разницы, какой там экологический, неэкологическая фирма этим всем выполняет. Экология, вот строй. Да, этим работами выполняет. Все равно перед заказчиком Гордор Мострой будет нести свои обязательства. Гарантийные в том числе. Гарантийные в том числе. И как они примут эти работы. И так они будут нести. От граждан этого двора и остальных дворов остается только большая просьба смотреть, наблюдать, как только будет. И писать жалобы. И писать жалобы. Вы не ждите, что к вам придет администрация, вы не ждите, что вам придет Гордор Мострой и проконтролирует свою работу. Ой, ямка. Ну вот, кстати, я все-таки, и мы тут, Сане, постоянно это делаем, и призываем, и говорим вам, что работает механизм паблика в соцсетях, красивый Киров, строим Киров. Делай дороги. Делай дороги, куда можно забрасывать свои фотки, свои жалобы. Мгновенно отправляется в необходимую структуру в администрации и очень жестко контролируется со стороны общественников. Потому что и здесь тоже через паблик жалоба пришла. Нет, паблики работают. Мы это уже не первый год наблюдаем. И все чаще и чаще администрация откликается на ту информацию, которая идет в соцсетях. И это правильно. Мои позиции, позиции общественности. Здесь еще очень плотная связка работы СМИ с этими пабликами. Она очень хорошо выстроена. Мы сразу тоже реагируем и в новости выпускаем. Из этого мы просим. И я неоднократно буду просить здесь и везде, чтобы люди не оставались в стороне. Они писали, они размещали фотографии или не боялись данной ситуации, что их кто-то там за это наругает. Можно анонимно, можно без разницы. Но главное, чтобы была активность. Тогда мы будем контролировать качество выполнения работы. И не будем надеяться на дирекцию дорожных, на ГДМС. А общественность будет контролировать. Тогда мы будем проверять данную ситуацию. Но то есть право. Так, давайте мы все-таки вернемся к контракту на содержание дорог. 800 с лишним миллионов рублей на 20 месяцев. Я так понимаю, что 19 октября будут торги. 723 миллиона. А может и не будут? А может и не будут. Вот это, кстати, да. Вот сейчас это было такое замечание. То есть вы оспаривать пытаетесь? Ну, мы сегодня на рабочей группе. Сегодня в частности у нас рабочая группа будет по дорогам как раз. И мы будем этот вопрос обсуждать. Но сейчас, на сегодняшний день, есть понимание, что мы будем писать письмо, жалобу, заявление, ФАС на данный контракт. Потому что наша позиция рабочей группы, она сформирована в актах общественной проверки. Мы неоднократно говорили. И мы эту позицию будем поддерживать до конца. А вот администрация-то выйдет и скажет вам, вы сейчас тут напишите вашу жалобу, пока ФАС ее проверяет, мы торги провести не сможем. И потом мы дороги не сможем убирать. И во всем будет виновата рабочая группа. Давайте по-другому. Мы неоднократно, мы же открыты, мы неоднократно говорили, давайте будем обсуждать, давайте будем обсуждать и содержание уличной дорожной сети, и дороги, что мы пытаемся это делать, постоянно с администрацией обсуждать. Но тут как-то, опять же, содержание прошло как-то стороной. Никто ни с кем не переговорил, никто ничто не обсудил. Просто взяли и выставили на торги лот. Просто взяли и выставили лот на два года. Хотя до этого мы неоднократно от администрации, от много-много чиновников слышали, что ребята, мы с вами это обсудим, ребята, мы с вами сформируем совместное техническое задание, все будет замечательно, мы к вам будем прислушиваться. А в итоге получается, как всегда. Из-за этого без разницы, кто там жаловаться будет, на что он жаловаться будет, посмотрим позицию ФАС. У нас уже опыт есть, мы через один контракт проходили, пусть мы его и не снесли, но уже, как говорится, обсудили очень много, понимаем, как это делать. Если есть юристы, которые готовы посодействовать в этом направлении, мы не с юридическим образованием, мы готовы прислушаться и совместно написать заявление в ФАС. Да, Константин, еще по срокам давайте скажем. То есть, если вы сегодня принимаете решение, писать заявление... На следующей неделе оно уже будет, ФАС прописано, шаблоны уже есть на сегодняшний момент. Какие сроки ФАС должна принять решение? Они должны сразу взять на рассмотрение и в ближайшее время там, я не скажу по нормативке... То есть, ФАС тоже понимает, что надвигается уже зима, и долго они затягивать не должны. Нет, они тоже понимают, я думаю, что и подрядные организации, которые работали по содержанию, которые неплохо работали по содержанию, которым меньше претензий, они же тоже понимают, что их с рынка сдвигают на сегодняшний момент, и что опять с протянутой рукой они пойдут в ГДМС, чтобы в следующий год-два они закупали технику. У нас же, помните, не знаю, когда-то еще зимой говорили, что у подрядчиков не хватает техники, давайте закупайте, у вас все будет замечательно, вас никто никуда не кинет. Сейчас мы наблюдаем, что опять... То есть, люди взяли технику в лизинг? Ну, я знаю некоторые организации, которые взяли технику в лизинг и купили технику, и обновили состав с какой-то точки зрения, с расчетом на то, что в дальнейшем они также будут работать по содержанию, без разницы, на коммерческие организации, на администрацию, но как бы кто-то же планирует свой бизнес не на год, не на два, а на пятилетку, да? И в данной ситуации, я думаю, что и они в стороне не останутся. И они тоже пойдут в фаз, я надеюсь, что они не отмолчатся. Ну, в общем, главное, чтобы вся эта процедура все-таки, как мне кажется, с тем или иным результатом прошла достаточно оперативно, потому что я, конечно, помню, что у нас в середине октября даже снег может выпасть. Будем молиться на нашу федеральную антиментопольную службу, как они расследят даду ситуацию. Такие нинды сразу. Мокруг фазы. Они нам говорят, что вы пишите, да мы будем реагировать, но в итоге мы с вами наблюдаем пока обратную ситуацию. Из-за этого надеюсь, что они прислушиваются, наше кировское руководство прислушиваются к своему руководству в Москве, которое находится, которое неоднократно нам давали пример, когда они сносили крупные большие контракты. И связанные с содержанием, и с ремонтом, и с монополией. И в данной ситуации я прошу прислушаться антимонопольную службу Кировской области, что на наши сообщения надо будет отреагировать. Быстро. Быстро. У нас остается три минуты до перерыва, и мне кажется, что имеет смысл и у Константина тоже спросить, а его отношение к желтым заборам на наших дорогах. Желтое дорождение по программе «Безопасный город» или как-то так? В целом сказать, можете оценить вот этот перекресток на Октябрьском проспекте и Герцена. Да паршивое у меня отношение к этому, ко всему. Извиняюсь. Нельзя так делать. Нельзя безобразно портить инфраструктуру, не то, что даже инфраструктуру, а вот этот вид. Есть чугунные заборы, есть хорошие заборы, которые почистить, покрасить, и они стоят и стоят. И тут на тебе такое клемо из желтого цвета, которое через месяц оно просто-напросто начнет ржаветь и станет таким... Ну, мы с вами наблюдаем, что эта краска надолго не держится. Можно же было как-то подойти к этой ситуации по-другому. У нас есть много других конструкций, которые, ну, по примеру, больших городов, там, Москва, там, не знаю, Казань, еще каким-то образом, как это красиво делается. Но не вот этими желтыми заборчиками, когда у нас идет хороший чугунный старинный забор, ну, как бы такой заборчик, и потом на тебе такое клеммо желтое, непонятно. Зато видно, как сказал Альберт Гутнов. Кому? Водителям и пешеходам. Чугунные тоже хорошо видно. Черные чугунные прекрасно видно, но на самом деле вот что сказал Альберт Гутнов, ну, и мы это знали, что программа существует с 2008-го и реализуется уже с 2009-го года во многих регионах страны. Меня, а вы знаете, коллеги, именно эта цифра и убивает. Вот эти заборы, эти конструкции и эти цвета 10 лет назад были утверждены, они на каком-то заводике на одном выпускаются и 10 лет фигачат по всей стране, понимаешь? Они везде разные. Они везде разные. Я думаю, что даже не на заводике, я думаю, в гараже, в ГДМС где-то они выпускаются на сегодняшний день, да, и с удовольствием устанавливаются в городе. Я все понимаю, их можно установить где-то там далеко-далеко, в каком-то там забытом месте города, да, но никак не на центральной улице, но никак не на Октябрьском проспекте, когда у нас идут красивый, старый, ну, забор, чугунный забор, и тут на тебе такой старый, старый, конечно, он уже имеет свою историю и потихоньку растаскивается куда-то, и где-то, и как будто бы складируется. А мы наблюдаем с вами вот это место. Я не против установки таких заборов где-то там вот в районе перинатального центра, еще где-то там ставили, да, ну, где их не бывало никогда, таких заборов, ну, поставили, поставили, одним словом, в рамках безопасности дорожного движения и их безопасности граждан. Но когда есть центральная улица, есть где уже сформировано какой-то там дизайн, среда какая-то, благоустройство, да, и ставят вот это отвратительный вот этот вид, портят, ну, вот этими заборами, ну, это, не знаю, просто неправильно. Я надеюсь, что найдутся граждане, которые ночью снесут эти заборы и просто-напросто увезут куда-нибудь подальше. Не, подождите, давайте мы все-таки в рамках закона, да, будем призывать граждан действовать. Но задуматься надо. Задуматься, задуматься. Перервемся на полторы минуты у нас рекламы и продолжим разговор с Константином Сечихиным. Ой, мы не можем не рассказать эту историю, когда мы обсуждаем, почему так, а не иначе, почему вроде даже не специалисты, просто горожане очевидные вещи видят, а специалисты их не видят. И мне кажется, что это надо озвучить. Да, Константин, сейчас в перерыве начал нам рассказывать историю о том, как в городе этим летом ремонтировали тротуары и откуда появлялось вот это вот чудо в фотографиях, да, такое вот кривое, косое, извинственное. Вся история, на самом деле, продолжалась с желтыми заборами. Конечно. Почему так уродливо они стоят, почему так и выглядят ужасно, и поставлены ужасно, да, почему тут уже раскореженные весь и залиты там бетончиком, вот под этими стойками, дырочки, где-то углы странные, стыковки ужасные. И тут вот Константин как раз нам привел пример с тротуарами, которые начали укладывать, и они были там кривые, как будто укладчик хорошо поддал с вечера, а утром вышел на работу. А оказывается, все по-другому. А сегодня море качка, да? Да, там ситуация-то банальная. Помните, когда-то там на московской тротуаре были, еще по некоторым улицам, да, и примерно, ну, я же общаюсь в этой среде подрядных организаций, которые на сегодняшний день элементируют улицы города и дороги, ну, как бы, три года уже контролируем, примерно всех представляем. Вот, и когда эта фотография вышла, выложили фотографии, по-моему, тротуар московский и кирпичный, где-то вот там, в этом районе. Я как раз позвонил подрядчику тогда, уточниться хотел, без названия, конечно, организации на сегодняшний день, вот, хотел уточниться, почему так положил-то, почему, понимаешь, криво положил. Что за геометрия такая, затейливая? Какая ситуация-то, какое техническое задание, так и укладываем. Как стал, был, шел старый бордюрный камень, так и укладываем в данной ситуации. Криво кашей бордюрной камень и такой же тротуар. Просто не могу в сторону отойти от технического задания. Отойду в сторону, накажут. Отойду влево-вправо, накажут. Есть техническое задание, мы укладываем согласно техническому заданию. Будет дополнительное техническое задание, либо указание, да, мы сделаем так, как есть. И получилось, как было. Получилось, что люди стали жаловаться, пришло письмо на организацию с просьбой переложить пряменько все, да, и все пряменько переложили. Вот это, понимаете, это банальная ситуация, опять же, отходит, приходит к слову желание, второе дело, контроль, да, и уже дальше уже все будет происходить, как будет происходить. про белого бычка. Зачем вы кладете асфальт, а завтра трубы укладываете? Такая история. Вините каждого подрядчика, вините каждого человека в данной ситуации. Они тоже работают согласно тем техническим заданиям, которые составляют заказчики. Я думаю, что нам пенсионный возраст такими темпами продлят до 90, а тут денег-то нет. Но такие творческие проекты. А это вот был мой вопрос, почему ограждение на Октябрьском проспекте нельзя было сделать скругленным. Боже мой. Вот. Потому что бордюрный камень лежит под углом 90 градусов. Так нет, бордюрный камень также лежит под углом 90 градусов. И на сегодняшний день там никак не скруглить, только если делать уже другое техническое задание, менять бордюрный камень и перекладывать его полностью. Я все-таки очень надеюсь, что то, что сказал в нашей студии Альберт Гутнов, да, по поводу того, что рассмотрят они вопрос с жалобами жителей и все-таки подумают над тем, чтобы убрать это желтое безобразие с Октябрьского проспекта и заменить на что-то более приличное из композитных материалов, может быть. Я надеюсь, что это все-таки были не пустые слова и еще раз вот мы все рассчитываем. Так, давайте мы все-таки, наверное, перейдем к итогам БКД, потому что Константина тоже хотелось бы услышать, тем более, что у нас есть вопрос. Дорога на русское, народ интересуется ее судьбой, но вопрос от нашей слушательницы надежды, постоянной слушательницы. Альберт Гутнов сказал в первом часе, что она в ближайшее время, вот в десятых числах, не помню, то ли 13-го, то ли 15-го, будет уже приемка осуществляться. Это тот участок, который не доделал позапрошлый подрядчик, позапрошлогодний. Позапрошлый подрядчик этот участок я думаю примут, там ничего такого серьезного нету, там надо было просто перефрезеровать и заново переложить асфальтно-бетонную смесь в данной ситуации, как бы проблем-то нету. Вопрос в содержании, вопрос в дальнейшем контроле за этой дорогой, вопрос опять же к гарантийным обязательствам от этого подрядчика. Я неоднократно эти вопросы задавал и буду задавать до тех пор, пока эти 4 года не закончатся. Константин, а подрядчик-то есть еще или нет? Вот эта вот организация московская? Нет, она в Москве-то есть. Со сложным названием. Ее в Кирове уже нету на сегодняшний день. И надеяться на то, что они будут выполнять свои гарантийные обязательства, у меня, например, нет такой надежды. Надежда есть только у заказчика на сегодняшний момент. И вот когда пойдут большие нюансы связаны с этой дорогой, сейчас мы их пока не наблюдаем, там нет такого больших проблем, как будут там через 2-3 года, вот тогда мы увидим с вами, будет этот подрядчик в городе, не будет, приедет, не приедет, либо наймет кого-то другого, кто будет выполнять за него эти обязательства. Ну, пока дорога стоит, машины ездят, людям нравится, хорошо. Альберт Гутнов сказал, что было запланировано 88 объектов по ремонту дорог в рамках программы БКД, 101 километр в итоге было сделано, а в плане было 94, смогли сэкономить, переукладывать. Общий сейчас взгляд, Константин, какой на то, как прошла вот эта программа БКД в 2018 году? Ну, общий взгляд, дорожная инфраструктура города улучшилась, с каждым годом она еще больше будет улучшаться. Это потому, что деньги федеральные пойдут? Потому что деньги федеральные, ну, там, софинансирование идет, я не говорю, что там 100% это федеральное, чтобы все понимали. Да, мы понимаем, что вкладывается и регионный город, в том числе, да. Да, спасибо федерации, что есть такая программа, что они нам половинку софинансируют. Наших же денег. Наших же денег. У меня будет вопрос сейчас. Наши деньги забирают и обратно отдают. Спасибо и на этом, вот, на сегодняшний день. Спасибо, что программа работает. Подрядчики с горем пополам не справились со сроками, но все-таки свои работы завершают и там уже осталось не так много. Большие проблемы, опять же, с сетевиками. Вы сами видите, как они дороги перекопали, из-за них никто, ничто не успевает. Это опять отдельная проблема, которую, я думаю, что никогда не решить любыми силами на сегодняшний момент. Никогда не решить. Никогда не решить, потому что сети у нас дырявые, там либо надо сети все перекрывать, но это опять другой разговор. Если мы сети будем перекладывать, это мы будем лет пять без дороги жить. Так мы и будем без дороги жить лет пять, если мы начнем концессию реализовать и дороги перекладывать, сети перекладывать. А если бы начали реализовывать концессию пять лет назад или шесть, или даже раньше, когда начиналось, сейчас бы на БКД уже ровненько по БКД легла по хорошим сетям. Тогда бы БКД не надо было бы. Сетевики бы все переложили бы все дороги. Ну так чего мы тянем-то? Никак не могу я понять. Это надо уже кто-то заявлял на концессии с ними разговаривать, а будет ли она или нет. Но суть не в этом, суть в БКД. В БКД на сегодняшний день будет дальше реализовываться. План на девятнадцатый год уже по дорогам имеется. В ближайшее время, я думаю, в октябре будет общественное обсуждение этого плана. Голосование на этот год не планировалось или планироваться не будет по улицам, так как смысла мы как общественность, как рабочая группа не видим только по той причине, что есть основные улицы магистральные, которые заберут основные деньги. Объектов будет не так много в девятнадцатом году. И об этом мы сегодня как раз будем говорить. Основные магистральные улицы это какие? У нас Октябрьский проспект надо перекладывать практически. В большинстве случаев чуть не весь. У нас есть улица Воровского, которая тоже немаленькая. У нас есть объекты по улице Московска, которые тоже надо перекладывать. Щерса. Щерса. И эти улицы, вы сами понимаете, они не узенькие, где-то там на Гнебоедов или еще где-то не коротенькие. Они очень широкие и они будут съедать основной большой объем. И они на сегодняшний день, улица Ленина еще есть, там общественный транспорт, там ездит основная часть населения города Кирова. И эти улицы надо делать. И на следующий год нацелена и дирекция дорожного хозяйства, и программа будет нацелена на данную работу. Я понимаю, что у многих граждан есть вопросы, почему же мою улицу не сделали, почему же там не сделали. Но все нереально, и давайте будем делать акцент на основные улицы, которые подвержены большому трафику движения. Константин, а что у нас с улицей Комсомольской? Стесняюсь я спросить. Которым участком? Это от железнодорожного вокзала до путепровода. По улице Комсомольска можно будет говорить, когда запустят путепровод, тогда мы увидим всю концепцию улицы Комсомольска, как она донесена. Почему до путепровода-то нет? Ну ты в сторону путепровода же имеешь в виду. Я имею в виду улицу Комсомольскую от железнодорожного вокзала в сторону Кольца, выезда на Советский тракт. Ну вот, но все правильно в ту сторону, в ту сторону, да. Так ее не откроют, пока путепровод не запустят. Это есть то направление. Там проблема в путепроводе, так как путепровод еще строят, там еще сети перекладываются, и в дальнейшем там же будет съезд на улицу Консомольскую. И вот мы эту концепцию, вот этого всей улицы Консомольской с дальнейшим продолжением, как вы говорите, на кольцо через потребка операции, мы, я надеюсь, будем наблюдать уже в следующем году, когда у нас красиво будет перерезать ленточку на путепроводе. Вот тогда мы с вами увидим и пробки на улице Попова, и на улице Щерса вот с этим горлышком. Вот этим вопросом сейчас надо озадачиться и дирекцией дорожного хозяйства, так как концепции дальнейшего развития улицы Щерса, улицы Попова, когда этот поток с чистых прудов хлынет, мы еще не наблюдаем. Об этом, кстати, говорил уже неоднократно заместитель председателя правительства Александр Чурин. Вот, замечательно. Уже в нескольких интервью я вижу, что он на этом акцентирует внимание. И я думал, что вот эта концепция будет заложена в БКД с 2019 года, но пока ее там нету и, наверное, ее там не будет. Может быть, это будет реализовываться из другого финансовых источников, либо еще каким-то образом, но об этом тоже надо сейчас задумываться, потому что мы с вами получим большой поток автотранспорта в узкое горлышко, в перекресток улицы Щерса и Попова. Так, вот давайте к БКД следующего года и работе рабочей группы по контролю за ремонтом содержания. В первом часе обещали, что зададим вам вопрос, она будет, эта рабочая группа, или она распускается, сама распускается? Ну, она, во-первых, она сейчас на сегодняшний день уже распускается. Сегодня последнее заседание, предпоследнее заседание, последнее заседание будет на гражданском форуме общественной палаты в октябре. Дальше, дальнейшая судьба рабочей группы решать не нам, решать новому созыву общественной палаты. Как они этот вопрос будут решать и кто будет возглавлять, так как я уже буду не членом общественной палаты, да. С меня только может быть гражданская инициатива о создании данной рабочей группы. Пока этот вопрос тоже еще в подвешенном состоянии, потому что в том виде, в котором она есть, на мой взгляд, она себя уже изжила. Ну, это мой взгляд на сегодняшний день, как руководителя, потому что мы с вами, опять же, в следующем году будем ходить по тем же дорожкам, по которым есть. И население не поймет, и мы тоже уже не понимаем. У нас есть наработанные акты общественной проверки, есть наработанные плюсы, минусы в рамках содержания, ремонта дорог, которые на сегодняшний день надо реализовать. И надо этого добиваться от администрации и от контролирующих органов. Кто будет добиваться? Добиваться будет, либо общественная палата следующего созыва, если у них найдется на это желание, да. Ну и мы-то никуда не делись. Мы как были граждане города Кирова, как живем здесь, и как есть у нас наша гражданская инициатива, мы все равно останемся теми общественниками, только уже без статуса может быть общественная палата. Жалобы будут от частных лиц подаваться? Ну, посмотрим. Я не буду пока забегать вперед, так как все равно есть закон общественного контроля, в рамках которого все равно уполномоченный орган это общественная палата, которая наделяет полномочия. Сами члены рабочей группы, которые вот составляли ее несколько лет, они с вашей позиции согласны? Надо самораспускаться и инициативу... Кто-то согласен, кто-то не согласен на сегодняшний момент, да. И, как говорится, их мнение я учитываю у всех. А дальше поживем, увидим, что будет. Среди участников рабочей группы сейчас нет ни одного члена общественной палаты нового созыва. Нет, почему? Есть Зербек. Зербек есть. Зербек, да. Он член общественной палаты четвертого созыва. Будет у него желание, как говорится, создавать новую рабочую группу. Общественная инициатива на совет общественной палаты. Но в этом составе группа прекращает свою работу в гражданском форуме. Да, на гражданском форуме мы выпускаем, опять же, как это требуется законом, акт общественной проверки, только уже с итогами за все три года. И в дальнейшем поживем, увидим, что дальше будет. Как бы есть пока мысли, есть предложения, которые я уже начинаю всем озвучивать, посмотрю, что дальше. Спасибо, Константин Сычехин. Это был Дневной разворот. Спасибо. Мы с вами прощаемся. Продолжение следует...